Госпожа Санду как глава Совета по безопасности, потому что госпожа Радукан подала в отставку из комиссии, но она не ушла из Совета по безопасности. По крайней мере, нам ничего об этом не известно. Вы меня извините, это скандал масштаба. Мне кажется, это вообще такая бомба замедленного действия, которая еще непонятно, как выстрелит. Видно, что всех колотит в их болоте. Но ведь это очень серьезная тема. Это крайне серьезная тема, потому что тогда надо будет выйти и сказать. Либо Драголин врет, и она не информирована, и внутри прокуратуры люди... Но это не так. Либо все, кто имел отношение к созданию комиссии при рейтинг, к назначению людей в Совет по безопасности, структуры, обязанные проверять людей, абсолютно некомпетенты. То есть сказать правду. То есть, когда как минимум некомпетентны, а как максимум работают на преступной группировке, гибридная война, ну и там все как... Ну дальше по тексту, да. По тексту. То есть, как вы видите выход из этого кризиса? Да, замолчать, к сожалению, для них не удастся, эту историю. Почему я и нарисовал вам, что они попали в дурацкое положение. Зная, что они всегда поступают максимально глупо, вот максимально глупо, я думаю, что они попытаются атаковать Драголин. И они нарвутся на такую кучу проблем, что они себе ее не представляют на данный момент. И то кудахтани, на которое я открытым текстом вам сказал, что это первые признаки, то есть тактики, которые они избрали. Хотя сейчас, конечно же, и Санду, и ее окружение находятся в глубоком нокауте, так как они просто не представляют себе, что с этим делать, что делать с конкурсом на должность генпрокурора. Тоже не представляют пока что. И переходя уже в другие элементы, потому что мы понемногу все равно к этому приближаемся, политической борьбы. То сейчас, как никогда, вовремя весь этот скандал состоялся, и он же не заканчивается. Он не может закончиться просто так. Вот просто так закончится. Генеральная прокуратура должна дать еще одну оценку, и тут тоже очень большая проблема. Какой статус вообще у этой информации из этого телефона? Что это, доказательства? Почему тогда их разгласили? Давайте мы припомним, господин Стояногло разгласил информацию с телефона господина Мораря, и на него тут же было возбуждено уголовное дело, по которому его уже два года по всем инстанциям. И при этом он огласил информацию не из личного телефона, а из служебного телефона господина Мораря. А тут получится, что теперь генеральная прокуратура либо должна так же поступить, ну тогда читай пункт первый, который он сказал, дорогой, или объясни ты им. Что почем? А если нет, то уже у нас у всех возникнет, и тогда и у господина Стояногло, по-моему, появятся вопросы. Я уже за прецеденты такие. В таком, да, вот тут. Потому что статус такой информации, конечно, почему они его взяли и выкинули, в данном случае конкретно, я попытался вам объяснить. Это традиционные молдавские разборки сельского уровня, щини-пщини, шкум и так далее. Но дальше, к сожалению, для ПАС это будет иметь долгосрочные политические последствия, очень большие. И поближе к выборам такие скандалы будут набирать обороты, естественно.